всем привет дорогие друзья с вами я тут сегодня мы начинаем проходить игру которая называется остроен 2 directors cut я уже эту игру проходил поэтому у меня есть сохраненные персонажи которых мы сейчас будем использовать для прохождения этой игры проходить мы будем с вами на достаточно простой сложности потому что для нас важен именно сюжета не боевка и я думаю что сильного желания у вас нет здесь сидите и застревать кучу времени над какими-то сложными боями которые мы не можем пройти нам именно интересные разговоры понять что тут происходит как происходит отчего пару слов непосредственно со мной игре я игра была таким идеологическим предшественником фоллаута 1 2 и 1 вестерленд я имею ввиду и 2 вестерленд именно в том же стиле сделал в том же духе и на самом деле наверное можно так в некотором смысле идеологически схожий назвать очень похожи на фоллаут много похожих ситуаций есть даже персонажей скажем так но на мой взгляд она не так сильно заморочены как фоллауте конечно намного больше всяких ништяков и плюшек итак друзья мы создаем группу как я уже сказал будем создавать ее из рейнджеров после прохождения то есть ветеранов есть но здесь несколько типов ветеранов мы выбираем именно уже таких прошаренных супер бойцов чтобы нам было попроще побыстрее проходить и не заморачиваться надо всякими ништяками потому что например для прохождения определенных моментов в игре как мне нужно мне приходилось там по два по три часа качать определенные характеристики для того чтобы выполнить то или иное действие поэтому вы выбираем уже ветеранистых чуваков новых я создавать не буду никаких потому что уже эти прокачены и я с ними знаком чего как для чего почему мы просто создадим именно прям вот тот отряд который изначально по умолчанию выдается вам просто он будет у нас прокачена выбираем существующего рейнджера выбираем дальше нашего колдая нашего техника и выбираем с вами последнего медведицу все наша команда создана создана абсолютно стандартных стандартные игроки выбираем знаю новобранец почему я то что вам обратил внимание на то что мы будем именно играть в игру они в боевку потому что боевка нравится вам тяжелые бои пожалуйста играйте просто временно и тратить ваше и свое не буду мы собственно говоря начинаем уже играть пошли у нас титры вступления пишутся все кто работал надо данным проекта на данной игрой кстати друзья напишите пожалуйста как бы вам было бы комфортно проходить смотреть игру я планирую где-то наверное часовые может быть час небольшом серии делать не знаю сколько у нас 1 получится может быть побольше потому что такая водная будет много придется читать всего и прочее и так все что требуется для победы сил зла это бездействие хороших людей генерал варгас что будет после конца я не знаю как и не знали это всего лишь был инженерный батальон строящей мосты и дороги в центре бескрайней пустоты аризона они не знали почему пришел армагеддон обрывки радиопередач говорили об атаке на какую-то космическую станцию но кто ее атаковал и зачем никто не знал но если все знали что политики генерал наконец-то привели мир к его концу все исчезло они захватили федеральную тюрьму выгнув всех заключенных чтобы начать жизнь может быть это было жестом милосердия может быть они надеялись что заключенные погибнут в новом жестоком мире как бы то ни было они вернулись чтобы отомстить инженером сектанты преступники каннибалы и с тех пор они заполонили пустошь и бен ливи удафа лавер сет но хорошие люди тоже смогли выжить и они нуждались в помощи и те инженеры те простые солдаты не могли просто стоять и смотреть с common soldiers cannot stand by and see them die они вышли из своего убежища чтобы помочь выжившим защитить свои дома за это они получили новое гордое имя пустынные рейнджеры рейнджеры я знаю что сейчас наше дело кажется безнадежным я знаю как его прощаться с братом по оружию но я хочу вам кое-что сказать ни один рейнджер погибший ради нашей цели не будет забыт его смерть не напрасно и не останется отомщенной спасибо новобранца итак друзья вот мы начали с вами крепкий бородатый мужчина в видавший вид и форме старой кабульской шляпе генерал варгес опирается на трость но вовсе не без помощи на бедре у него револьвер с перламутровыми щечками на стволе которого множество зарубок собственно зарубки обозначают то что он победил противника я так понимаю так как звезды там на самолете или там полосочки какие на пушке или еще о чем не на пушке наверно что-то другое значит если кто знает напишите пожалуйста итак друзья в общем то все мы начинаем с вами задания сейчас уже начнем бегать здесь по пустоши и выполнять всякие интересные может быть не очень интересное задание вкратце я вам описал систему да то что мы создали точнее мы не создавали мы просто взяли те персонажи которые прошли у нас до конца первого моего прохождения и начали ими проходить игру заново наверное это такой самый простой способ как бы не читерский но при этом дающая возможность вам с легкостью проходить игру можно было даже наверно сложность повыше взять но мы для нас важно именно все читать и понимать что у нас здесь происходит сейчас мы ближайшее время получим с вами нового персонажа пятого в нашу группу то есть у нас будет четыре основных персонажа и будут еще дополнительных три персонажа которые мы сможем добавлять с вами итак я рад что вы пришли на прощание с капитаном эйсом хотя не знали его это очень кстати потому что первым заданием в роли рейнджера для вас станет расследование гибели эйса как именно погиб эйс эйс пытался обнаружить источник слабого радиосигнала который недавно привлек наше внимание мы дали ему три ретранслятора и послали установить на три удаленные друг от друга радиовышки это позволило бы нам определить координаты источника увы на эйсы кто-то напал сразу после первой вышки забрал его данные и дневник и последние два ретранслятора вы думаете что дневник был украден сэр не знаю но при эйсе его не было постарайтесь его найти там могут быть какие-то наводки на причину его смерти а где находится радиовышки я покажу вам расположение выше когда вы найдете ретрансляторы все по порядку ретрансляторы что за ретрансляторы сэр если нужны технические подробности когда вернись цитадель поговорите с нашим спецом по радиотехнике уайдом вудсоном все что я знаю ретрансляторы нужно установить на радиовышки чтобы продлить источник сигнала сигнал несет себе угрозу сэр голос меня сильно встревожил у меня с какой-то бред о том что будущем человек сольется с машины более того говорил еще и про нас про рейджеров якобы он сейчас займется нами мы рады что вы поручили нам задание сэр но мы точно справимся да понимаю вы только пришли а я отправляю вас на задание которое одного рейджера уже погубила но выбора у меня нет рейджеров мало все ветераны пределе отряды и было чарли на западе пытаются не допустить чтобы войнушки превратился в геноцид отряд бейкер на севере ищет проход через радиационное облако отрядувшая нас от вегаса боюсь останется надеяться только на молодежь в чем суть задания обыскать место где было найдено тело эйса найти его дневник и ретранслятор затем связаться со мной если найдете ретранслятор и я может быть отправлю вас доделать работу эйса мы должны отомстить за смерть эйса и мы отомстим но так также важно засечь сигнал что он и пытался сделать перед смертью кроме того его здесь подозрение что если мы разберемся с одним сразу разберемся с другим связаться с рд связаться по рации рация позволяет нам говорить с тоннелью рейджеров мы будем предупреждать вас об опасности сообщать новости по текущему заданию выдавать новые задания если вдруг получим сигнал бедствия долг рейджера отвечать на такие сигналы начав работать много лет назад мы пообещали это жителям аризона когда мы сможем попасть в цитадели сэр когда проявите себя цитадель станет вашим новым домом это задание можете считать своей последней проверкой если справитесь мы поприветствуем вас цитадели если не справитесь не сможете быть раньше внутрь мы вас не пустят здесь я понимаю все равно чего выбирать полюбас вас в начале в цитадель не пустят я пробовал вариант синенький уже и сейчас наверное есть смысл попробовать вот зелененький который же палец но варианты здесь есть а что если мы просто вышепим ворота цитадели сэр я думаю что хорошего в этом не будет сэр если вы решили поставить нас на поиске убийцы из это вы уже узнаете что мы на что-то годимся тогда внутрь пустите нас сразу пожалуйста и конечно сэр но успешно выполнение задания важнее я выбирал вот это меня не пустили первый я думаю точно не будет пускать нас сразу скажу что по ходу нашего выполнения буду стараться проходить таким образом как я не проходил но при этом я буду рассказывать и про то как я проходила что мне из этого получалось так как вы быстро дошли даже по листву но в пустыне так можно кого-нибудь убедить но не всех меня многие пытались умаслить так что я сразу чувствую чтобы пройти в ворот цитадели нужно работать они говорить за попытку зачет так покажите нам место где дни пути отсюда на востоке я отмечена карте так вот наша карта вот находится радиовышка отсюда сюда нам нужно будет попасть где-то в дни пути отсюда так 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 ну да все в общем давайте прощаться наверное йоу вроде как мы все сделали да сейчас мы пойдем с вами получим еще одного члена в команду как я уже говорил это была подруга яйца заберем ее и она станет пятым членом нашего дружного коллектива все здесь мы все сами сделали сейчас мы включим выключим поиск здесь нас будут выходить подсказки я их убирать не буду если вам это интересно что-то читать вы можете просто поставить на паузу почитать какие-то важные моменты для себя я буду заново отмечать может быть что-то что-то мне непонятно было что и пропустил с прошлой игры потому что бывает такое что до что-то пропускаете или что-то просто напомнить сейчас мы собираем своему лопаточку лопаточка вещь хорошая может здесь будет много всяких ништяков выкапывать и поместим ее на панель где же ты наша лопатка так вот сюда и поместим так 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 нет не то я делаю надо на нее жмакнуть и добавить на панель до чтобы она нас здесь вот вылезла и мы могли раскапывать если что здесь можно посмотреть всякую информацию типа здесь лежит эйс родился мужчиной умер пустынным рейнджер там написано к сожалению не видно немножко какой-то баг какой-то извините много всяких чуваков лежит полковника валерии кент стоун и так далее ну в общем здесь местное кладбище нас она пока наверное не очень сильно интересует хотя можно было бы здесь наверно помородёрствовать могилы по выкапывать наверное этого не стоит делать судя потому что жители обычно озлобляются при этом и плохо себя начинают чувствовать так значит сейчас мы идем собирать вот сюда забирать пятого члена нашей команды как я уже говорил это был будет подружка эйса многие не знаю даже наверное как-то типа для каких-то любовных наверное историй близкая дурак ты из не нужно было откладывать гаечный ключ так как всегда не прокручивается не успела я прочитать значит все понеслась а здесь иногда информация идет вот таким вот образом так же волосы женщина стоит в тени и плачет она выглядит крутой на угловатом лице отпечатали с десятилетия на ветру и солнце десятилетия непростой жизни вы видели ее на прощание с эйсом рукава ее формы оторваны видео видно татуировки на железных руках черепа сплошные черепа слезы сбегают по ее щекам и капают на ржавый разводной ключ который она прижимает к груди шмыгает носом да плачет что-то все еще по эйсу горю я энджи а вы наверняка новички которых варгас нараскивает господи вы же совсем еще дети мы видим что у вас татуировку с его именем сердце да заметили значит и всегда говорил что у меня душа нараспашку сердце на показ но мы с ним мы были не просто боевыми товарищами потому теперь так больно поэтому я хочу пойти с вами дети да уж извините умильные как котята вы мне напоминаете змей клинок молотильщик и я когда мы еще только начинали думали что весь мир спасем никто не упрят о господи да не надо меня слушать молодость это очень хорошо оптимизм замечательно если бы мы только тогда были такими ворчанами как я сейчас никто бы и не попытался изменить мир так что вперед малыши может быть и в этот раз все получится теперь про молотильщик спасибо теперь его лучше звать гилбертом раньше-то он был похож на медведя большого и ворчливого разговаривал почти по медвежьи а потом его здорово потрепали роботы на базе кочест больше в дозор он не может ходить любой другой командир выпер бы его из отряда но варгас старых друзей не бросает по пристроил его на работу в музей никто не мог подумать у старого медведя обнаружился талант картографии с тех пор он потихоньку размечает наш уголок пустыни на бумаге вот так бывает спортим про кучес это старая армейская база еще двоенная там у рейнджер было самое большое сражение главный компьютер базы спятил начал отправить роботов чтобы те убивали людей чтобы его угомонить пришлось попотеть буквально утопили его в крови вот тогда я и стала капитаном дед дать если надо сказать о том что к сожалению в первую часть я не играл и не особо сильно знаю что там происходило но мы с вами будем понимать что там происходило вот именно по репликам старых героев и можно более-менее понять что там было и так компьютер изготавливал роботов до искусственный разум базы кучес я не знаю с чего вдруг сломался наверное всех считал своими врагами хотел всю планету зачистить его тоже не стало отправился в дозор она говорит про адского клинка в несколько недель назад они вернулся не знаю умер в самоулке ли перешел скорпионом не отвечает по рации никто его не видел я страшно по клинку скучаю он был неразговорчивый тяжело с людьми сходился неуклюжий но если случалась беда на него можно было положиться он надежный прозвище то неспроста резкий как бритва страшный как черт а что вы скажете про красных скорпионов вам об этих сволочах не рассказали наводные тогда я это сделаю было в общем момент когда мы бросили тюрьму и перебрались в стадель а вот скорпионы это те кто заняли освободившуюся тюрьму они тогда были просто шайка налетчиков но с тех пор переорганизовали стали называться ополченцами ведут себя словно они рейнджеры восточной аризоны ерунда брать деньги за защиту не то же самое что защищать они требуют платы с поселением а если те не соглашаются то получают в зубы рейнджеры так себя не ведут мы живем на пожертвование собираем ничейные вещи что можете рассказать про восточную аризону это вся территория между тюрьмы и радиационными блоками на востоке там есть несколько мелких поселений и фирм которые скорпионы называют своей землей рейнджеры патрулировали те края пока не перебрались сюда раньше нам всем было известно но за 15 лет многое могло измениться кто знает может там сейчас тихо и мирно как скорпионы говорят но что-то мне не верится радиационные облака это край света границы карты то еще пекло куда не стоит соваться если не хотите поджариться облака перемещаются за ветром с каждой стороны света есть постоянная горячая точка и на севере на юге на западе на востоке до того как пошли те радиосигнал оказалось что облака бесконечны и ничего земли не осталось кроме аризоны но выходит есть еще люди может в мире все хорошо и только мы живем в аду вот был бы номер что вы слышали про радиопередачи и сдал мне послушать записи там не так много можно разобрать но все равно волосы дымом встают какой-то парень говорит о превращении людей машины или машину людей или еще какой-то бред а потом вдруг заводит речь аначе оранжеры говорят что это все из-за нас что нас нужно уничтожить чтобы стало возможное его светлое будущее вот вопрос кто он откуда и чего это у нас яс а значит генерала варгеса раньше звали змеем ах да в свое время он был на резкость крут но теперь все ушло наверное забот наговато за всех приходится отвечать он настоящему-то бою он не был уже лет десять наверное а вы его хорошо знаете да лучше чем он бы хотел в свое время генерал был из нас сам чокнутым но после уничтожения базы кочки стал самым нормальным теперь тут всем рулит и отлично справляется а я по-прежнему хожу в дозор и отвечаю на вызовы по рации сразу видно насколько велики мои амбиции да мы вас на похоронах эйса видели вы были знакомы каждого трата ранят но это ох эйс даже не был рейнджером он больше шоферил для фарана брайга в вегасе чинил всякое когда база кочкис начала посылать машину смерти в пустыню барыга отправила эйса на юг чтобы нанять робота бойцов мы с ним встретились в кварце он там кого-то достал его велели запереть мы все разрулили после этого он решил с нами поработать помочь управиться с кочкис и так и не ушел фаргас ему даже потом дал форму и шляпу но в списке не внес кажется просто эйс был вместе с нами а теперь черт возьми эйс я знал что буду проблему знала проблемы он работал над тем же чем поручили его заниматься вам попытался отследить радиосигналы из-за пределов карты разведанных земель мне все казалось научно скокотище но потом я сказал что за ним кто-то следит я попросила его взять меня с собой когда встретила у рельсовых кочевников чтобы отдать ретрансляторы но он велел мне возвращаться на базу сказал что уже собственно исти не боится потому что те сигналы его здорово напугали нужно было пойти с ним почему я так не сделала а что вы знаете про ретрансляторы особых подробностей не знаю бла 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 всякой про передатчики в направлении север-юг отражение сигнала туч вудсона спросите он у нас гений электроники а что вы знаете про вудсона радиотехник вудсона да знаю он тот парень благодаря которому вы слышите варгасы во время дозора ремонтирует аппаратуру следит за чисткой сигнала еще может все уши проружжать о печатных платах частотах всяком таком но вы с ним повежливы он часто бывает единственная ваша связь с базой лагерь рисовых кочевников что вы об этом знаете было бы отличное местечко если бы откинсон и пеканер целовали друг друга и помирились я уже не помню из-за чего они повздорили но у них там так много старой железодорожной техники что если бы они работали вместе туда либо на настоящую железную дорогу вместо этого попытаются друг другу головы свернуть идиота где-то кварц ах да не помню давно там не было даже не знаю существует ли он еще спросите молотильщик он помнит ладно слушайте варгас вас попросила разобраться в гиблейс и потому что решил что мне горе помещает это сделать боялся что я сорвусь и половину аризона упущу расход разыскивая убийцу мы с эйсом но мы вместе сражались почти 20 лет я обязательно за него отомщу да я знаю что нарушаю приказ но если возьмете меня с собой дадите сделать выстрел в нужный момент я вам помогу может дам пару полезных советов по пути я уже не такая молодая и быстрая но пустыню знаю как свою пальцу договорились конечно да отлично не нужно говорить в аргусу почему я с вами если кто спросит я просто помогаю войти в курс дела ясно так ну что ж друзья пошли в начале наверное поговорим с генералом что нам еще скажет уже когда мы находимся в этой компании и начнем здесь немножко обживаться на нашей базе посмотрим чудо как отчего да почему и сидят пацанчики и говорят дайте ко мне вот эту жестяную баночку а если мы на нее нажимаем то ой на нас начинает нападать козел так но мы кстати можем с вами знаете что сделать у нас есть некоторое количество очков которые мы можем с вами распределить давайте мы приручим этого козла общие навыки выберем и выберем приручение животных так дрессировщик так 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 давайте наверное вот как-то так это выберем из так вот так и вот так ох как отлично доходим сохранить теперь наведем на козла и попробуем его приручить он будет с нами тусить короче ребята эти подшутили над нами жестко все значит ход зарабатываем достижение зов природы пошел у нас и мы с вами идем дальше кстати надо взять водички с собой потому что в пустыне вода нужная вещь и здесь опять же можно прочитать про спутников ты репетра ливали в общем все понятно а я вам уже об этом обо всем говорил так чистая вода на вид идем 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 с вами говорить с варгасом сейчас он нам что-нибудь скажет принципе все это же не обязательно делать большому счету но мы сейчас выполним то о чем говорила наша новая знакомая анжела так при этом g почему с вами капитан дед она вводит нас курс дела капитан дед помогает нам сориентироваться при выполнении задания сэр ладно почему вы еще здесь новобранцы я ждал вам приказ обащите место где было найдено тело иса найдите его дневник или трансляторы окей окей до свидания давайте чао чао бомбина ссоре так а вот кстати смотрите у нас есть скилл уникальный хорошие ученики ничего не упускают восприятие плюс один конечно восприятие но было бы лучше колдайв бы повесить да ладно пусть будет так как и есть так давайте двигаться 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 навыки хитро жопы же палец вот это конечно было бы прикольно же полиза и дробовики улучшить но и дрессировщик до третьего уровня хотя бы доведем потом будем постепенно увеличивать что у нас здесь есть интересного еще на базе на что есть смысл обратить внимание такие вот кучки в которых мы можем выкопать всякие интересные ништячки а можем не выкопать тут как повезет нужно прочитать пролом пожалуйста если я что-то не читаю вы можете поставить на паузу и просто это прочитать есть еще вот у нас одна кучка здесь и не такие кучки будут пасе нашей пустыне и не только пустыне да будем не будем собирать этот вперед встречаться и можно будет все это сделать так здесь по моему все и еще там у нас был стрельбище на котором тоже кучу может взять сейчас мы это кучу возьмем кучу 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 я когда начинал естественно ничего из этого из этих скилов не было прокачаны и было мне все это тяжело делать но сейчас уже все более-менее нормально расправляем берем патрончики всякие так извините не могу сейчас говорить смыла граффити короче окей вот здесь есть мы можем выбить можем взломать у нас все это прокачано опять же как будете начинать ничего этого не будет у вас придется если вы хоть заходить сюда попасть прокачивать ну ли вы подбирать персонажи таких чтобы сразу все было прокачано смотрите-ка тяжелое оружие нам дали ну ладно ок пусть будет так прошлый раз когда я сюда ходил таким экипажем мне уже еще раз повторюсь начинал играть мне давали и гранатомет так ну что все здесь из последних персонажей которые нам еще ряд доступны до того как мы выйдем с вами в пустошь есть еще один персонаж это торговец сейчас мы с ним пообщаемся пожилая желчина форме рейнджера занята сортировка ящиков подсчетом товаров если бы не одежда она была бы похоже на заботливую бабушку вы готовы поклясться что от нее пахнет свежим домашним печеньем окей так вы можете нам помочь со снаряжением но поскольку ничего не делается нам не дается легко в эти времена я не могу вам помочь бесплатно поверьте хотела бы но для наших нанежеров мы держим цены как можно ниже будьте поблизости загадайте за самым ходовым а когда получите пропуск цитадель там увидите и более ценные товары поговорите сержантом а ценным как попадете внутрь никто и такой а он надежный друг хороший интендант без него бы мы песок ели и потирались кактусом что знаете от стады ли а мне нравится это место когда я была моложе тут жили какие-то чудики боготворившие довоенный хлам даже если не знали что зачем и как называется еще не никого к нему не подпускали ну не мне их судить они-то думали что все делают правильно так с ней подружимся о на рады встрече расскажите о себе но ничего интересного я выросла в деревне здесь неподалеку а когда рейнджера заняли цитадель уже была дважды бабушка я видела столько сколько добра делают рейнджеры дети перебрали другие деревни и осталось тут пожилым тренировки нелегко ну я собралась и все же заслужила свою звезду давайте про капитана спросим что вы о нем знаете никому мне не встречала она собирает лазер и чает очистные системы как я пироги пику про генерала спросим он как новый генерал паттон разбираться стратегии умеет принимать сложное решение но и сострадание манчус не чуждо мы дайте поторгуем так друзьям здесь у нас есть такая фишка продаж барахла мы сейчас его продаем но сразу обращаю ваше внимание на то что вот это вот барахло который здесь внизу прибавляется она как бы это сказать не всегда барахло то есть иногда те предмет которые мы продаем нужны для выполнения заданий хотя основные ключевые предметы они будут показываться как предметы нужно для выполнения заданий ну вот сейчас и наверно нас ничего такого нету на чем не могу показать ладно у к это не так критично потом мы с вами посмотрим сейчас чтобы я бы взял бы да мы ничего не можем взять вот малый прицел было бы неплохо взять был бы неплохо фигурку аки то и но взять дайте возьмем наверное вот эту фигурку и больше в общем то мы ничего здесь взять не можем броню не можем защитные дрели длины и костюмы плюс два не можем нам нужно будут на плюс четыре мы будем другом месте сами доставать окей друзья в общем мы все с вами здесь сделали этого мне раз пригодится до свидания давайте мы сразу собачку нашего похоже на моего кайку но мне кайка шиба и но не какие-то так мы его засунем нашему слику вот сюда такая фигурка она нам дает модификаторы дрессировщик плюс 11 если навык дрессировки нас уже плюс три вот так вот все здесь мы все сделали с вами и теперь я думаю что пора выдвигаться нашей доблестной компании в пустош на поиске переключений все выходим в астерленд дам ища нам тот расскажу про карту мира можно прочитать пожалуйста вот это вот важно навык выживание определяет радиус поиска вашей команды на карте мира во время путешествия также способность избегать встреч с враждебно настроены персонажа персонажа с развитым навыком выживания намного легче избегать опасных врагов и обнаружения новые скрытые локации окей так база рейнджер вызывает группу эйка ответьте ясно эко на связи принял эко-1 проверяю работает ли ваша рация я теперь буду вашим диспетчером еще хочу ввести вас в курс дела насчет воды если фляги у вас полный вы сможете добраться до того места где погиб и если же захотите разведать территорию пополняйте запас в оазисах помните что главная задача найти ретрансляторы которые были выезды найдете их отправляйтесь в исход центр и хай пол чтобы установить на место об этом поговорим когда разыщите устройство раньше диспетчером был вудсона после гибели из и я понял что слишком много времени пораживайся отгородился от мира не вижу как он меняется мне нужно знать про все что происходит начать прослушиваться к проблемам окружающего мира поэтому я решил что теперь сам буду поймать вызовы нашептовать вам всякие когда вы посреди пустынем так что не зазнавайтесь это не за вас значит мы должны поддержать радиоконтакт с вами очень важно чтобы все группы держали связь с базой иногда поступает просьба о помощи нашей с нашей территории или даже за ее пределы на поселение или фирмы порой нападают на летчики животные мутанты или еще кто-то там мы стараемся отправить туда ближайшую группу дайте выбираем конец связи вас понял и к 1 действуйте дальше конец связи так про рацию вот здесь можно почитать вот нашу водичку вот наша рация здесь можно убежать можно идти радиация вся группа ну и собственно давайте выбирать нас есть всего две точки стали рейнджеров радиовышка может кошмараться где угодно но мы пойдем с вами по заданию все выбираем перейти и начинаем наше движение таким вот образом здесь выглядит движение она никогда не будет меняться то есть он будет всегда таким никакие автомобили не будет ничего не будет будет вот все время пешкодралом и не стой не 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 ну ка стой можно вот бегом смотрите вы замечаете агрессивно настроены к вам на летчиках приближающихся можно убежать побег сто процентов но мы с вами на них нападем может быть у них будет ценное оружие патроны и там еще чего-нибудь такое в общем мы посмотрим вообще как наши бойцы дерутся так не снег кашка зла бы оставил да налетчики вот идут а началось ну что давай беги сюда так давайте мы его попробуем не знаю принципе нам предлагают его выстрелить ну давайте выстрелим нам патронов не жалко все этот чел у нас уже готов мы сейчас тогда соберем с него разбит очки ну ладно пусть будет так так здесь где то есть еще бандосики давайте их искать где они у нас раз два вот они у нас ну что давайте пойдем вперед шо ж ты с козлом то со своим бегаешь в двигаемся вперед как вы понимаете боевка здесь у нас идет пошаговая эти мне она собственно нравится она такая же была флауте не знаю горький 17 если играли ну и куча других всяких игр есть когда вы поочередно ходите с противником это прикольно так что у нас есть здесь и сейчас давайте наверно вот сюда с вами перейдем вот сюда так бандосики нас окружают но промахиваются только не трогайте нашего козла пожалуйста ради бога боли наружи заклинило я моего устраняем заедание оружие здесь нужно перезаряжать соответственно устранить неисправности и проще но мои на со временем все это научилась с вами делать такие проблем у нас не будет сейчас мы с вами что делаем мы с вами больше ничего не делаем поближе еще подойдем вариант есть у нас спырнуть его ножом либо перейти на дробовик который мы не зарядили кстати из-за дурости и короче опа на тебе сволочуга на тебе еще надо было да хотя бы перезарядить оружие это я забыл сделать можно в принципе собрать кстати у него хорошая мачета есть можно его даже наверное сразу одеть это мачета холодное оружие самодельное у нас сейчас нож одет 6 9 а мачета 7 10 вот так вот сделаем поехали так мы здесь у нас есть еще один кексик какой-то давайте попробуем его тоже парнуть готов красавчик куда ты попался солнышко эй эй так отлично дали нам аптечку ну и собственно да все мы здесь уже с вами собрали можем двигаться дальше теперь осталось найти выход выход у нас по-моему где-то здесь да все бежим сразу узнаете что мы сейчас сделано сразу с вами зарядим наше оружие раз уж на то пошла речь о том и как-то не подготовленные пришли совершенно к атаке перезаряжается ну вот так вот и перезаряжается у всех сразу главное чтобы было выбрано нужное оружие холодным оружием лучше пользоваться когда враги пришли к вам плотную так ну что идем драйвить дальше друзья где у нас радиовышка нашим перейти жалко что автопилот теряется здесь у нас кстати водичка можно так вот зайти в азис и наполнить фляжку чтобы была полная обычно лучше так делать если вы далеко куда найдете или не уверены что ближайшее время встретите где-то воду и вот мы с вами дошли до места радиовышка подтвердить и к-1 вызывает цитадель мы прибыли на место отбой понял вас и к-1 уберите до места гиглейса хорошенько все смотрите те кто его нашел сказали что похоже он пытался упасть и вдруг обнаружите следы которые позволят определить место где мы его напали все ясно ясно появилась новая информация немедленно выходите на связь главная цель для транслятор конь связи как появится там ну вот собственно где его нашли место все в крови сейчас мы попробуем чего нибудь здесь найти черт мне так просто не промежь от этого места у меня мурашки по спине черт побери из но почему ты не дал мне пойти с собой здесь как вы видите есть тайная пещера мы потом туда наверное зайдем с вами но потом не сейчас так если захотите поиграть нашим дворике придется заплатить и гоните 15 кусков лома 15 кусков лома у меня столько даже в конце игры не было ну не ну было блин это очень много иначе мы сначала расквасим вам рожи а потом скормим ваши трупы мои собаки так это очень устрашает пустынный режим нужны люди вроде вас за небольшую плату я могу рассказать генералу варгусу о тебе и твоих парнях серьезно ты вправду можешь это сделать дружище это же здорово будет у нас значки нам было бы проще заставить людей платить пошлину вот возьми этот лом мы идем в цитадель сушки интересное решение давайте отмечу на вашей карте свое место для размышления именно там мне в голову пришла идея обосноваться здесь слушайте вот этого я не видел короче он прям фантастически с нами стал дружить и собак своих забрал и парней своих тоже забрал короче затем гремов светилища давайте соберем здесь всякие ништяки так что здесь есть мы можем здесь починить отойдите назад освободить мне место и чиним и передать человек так маяки динамик начинает пищать издавая серию хаотичных перелистов и звуков которые нарушают безмятежное спокойствие наполненная статика эфира окей так но мы с вами идем по следу по кровавому вот он здесь кровавый след идет и есть вот эта пещерка которую мы открыли там просто достаточно мощные скажем так питомцы живут с которыми нам будет тяжеловато справиться но я не знаю я бы что мы козла потеряем нашего давайте попробуем так вот они тут кушают кого-то смотрите к есть все они обратили на нас внимание давайте мы их будем разбирать теперь потихонечку ну как вы видите они очень толстая мы конечно выживем и все такое ну блин так давайте еще раз винтовочкой только козла нашим не трогайте пожалуйста я очень вас прошу дайте чуть-чуть вперед вы выйдем чтобы слишком далеко вот сюда вот так вот выйдем чтобы козла не скушали на тебе сволочь так тоже далековато да у нее вот это вот красная полосочка это дальность стрельбы из пистолета и короче надо подойти поближе и тогда мы сможем нормально стрелять есть конец хода и давайте нашего снайпера наверное тоже подведем сюда поближе блин чё козел то за нами идет но он за идет за тем кто его приучил за сликом давайте сачпоками так козла не трожки только козла не того что и пожалуйста я вас умоляю так ну что у нас тут есть давайте по очереди будем стрелять поближе наверно может быть подойти я думаю до 99 процентов больше шанс урона удачно критический выстрел конец хода здесь тоже на поближе подойдем и тоже выстрелим какой живучий сволочь схода что у нас тут и есть можем вот так можем вот так это у нас дробовик давайте вот так попробуем куда-то мы попали но куда-то по-моему не туда мы попали кстати можно забрать вот эти вот все ништяки у нас есть еще выстрел кровотечение укусили нас сволочи на тебя сволочуга вот тебе вот вот короче это друзья как шахматы современной опа заклинило оружием так ну что снайпер наш скажет на тебе скажет снайпер конец хода главное козлу их не пустить были что мы потом вылечимся так ну и я не знаю надо фокусить кого-то давайте центрального фокусить чтобы они все били по одному конец хода не хватает очков для следующей атаки я так думал что может быть есть смысл ножом попробовать поработать 9 ну ладно тоже самое нормально все здесь конец хода у нас заклинил пистолет его надо ремонтировать есть вариант либо устранить заедание либо есть вариант воспользоваться ножом давайте ножом воспользуемся вот так вот отлично все кончалось у нас так конец хода ну и стопроцентно выстрелим вот в этого зверёчка это у нас кто вообще енота или кто это миссии ними мед медоед это у нас медоед у нас есть 2 устров есть отлично и нужно перезаряжать уже жесть все конец хода но я вам говорил друзья о том что будет тяжело все это делать придется перезаряжаться блин как и как это непривычно я уже привыкном больших уровнях что проводишь бой и принципе не перезаряжаешься здесь перезаряжаться приходится часто он конец хода убираем козла не то что так стреляем сюда и надо перезаряжаться конец хода режем все с этой штукой мы расправились кстати по поводу нашего друга у нас есть по моему таланты 22 таланта друзья это вообще чума короче смотрите выберем мастера охоты окей чтобы не попадать по своим и закладчик 20 процентов вышел на продажу барахла давайте вот этот возьмем побольше денег чтобы у нас было окей так что у нас тут осталось то а у нас уже кончились очки плохо ну давайте будем резать вот этого который ближе козлу не попал попал так конец окей давайте поставляем отлично а у нас здесь перезарядка нам нужно перезарядиться давайте мы перезарядимся и ножом вот эту акоция конец хода отлично пока все отлично идет но я говорил что будет долго все это дело так здесь у нас перезарядка тоже давайте перезарядимся и на один выстрел нам должно хватить есть конец хода режем дальше жива тиньку блин просто мы пинаем ее как эту последнюю козявку какую-то она жива до сих пор как мы с ними справимся все добивайте ее уже до конца есть отлично так учились у нас опять очки мы сейчас наверное сами вот сюда куда-то встанем и и попробуем ее отпердолить опять кончились очки хорошо пошло давайте продолжим наше нарезание мелкими кусочками ух ты промахнулись но я надеюсь таки больше длинных боев у нас сейчас на таком этапе не будет а а почему хочешь то что ты бежал с другую сторону ладно пусть будет так окей давай 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 руби ее режь на мелкие кусочки а тут день сурка никогда не закончится блин перезарядка окей давайте перезарядимся не хватает уже на выстрел конец хода и последнего нарезаем отлично все козел выжил операция спасти козла успешно кстати мы там какие-то ништяковские ништяки взяли отлично у нас кровотечение есть у чуваков но я так думаю что мы переживем все это делать потихонечку здесь на что у этого парня мало что осталось от этого парня похоже барсуки попировали тут от души окей в принципе можно еще побегать может быть здесь чем быть найдем еще какие-то ништяки вряд ли да здесь что-нибудь найдем а нет смотрите я был неправ давайте вскопаем что у нас здесь о отлично кстати тема распределить есть так но здесь мы к началу выйдем а там выйдем к тому моменту где зашли собственно от логичным да поэтому сюда есть все наша великая группа прискакала сюда сейчас мы будем перезаряжаться с вами начать поменяем оружие от ремонтировать перезарядимся чтобы не попадать такую ситуацию как сейчас попали всего есть и теперь давайте смотреть чем мы там с вами на получали так ну кстати я это очень смотрел даем галичный ключ сюда очки мы продадим они нам не нужны дальше что у нас здесь есть из интересного тяжелое оружие у нас никто им пользоваться пока не умеет ножики тут всякие фигурки этого штука горевшие табакерка барсучья шкура лопата вот смотрите вот эту штуку мы даем сюда вот так вот хотя наверное есть смысл ее вот так подать вот так он у нас на большей дистанции стреляет и наверное больший урон приносит соответственно плюс 3 процента шанс критического дара бы далее вот эта штука минус 3 процента шанс критического дара на плюс 2 лидерство мы отдаем вот сюда чтобы у нас здесь был максимальное лидерство вот она у нас 10 10 10 лидерство получается дальше переходим опять к снаряжению еще из интересных вещей что у нас здесь есть чему можем использовать пушки оружие еще чем быть есть тяжелое оружие лодное оружие не здесь у нас что-то уже больше ничего и нету такого интересного можно принципе разобрать этот автомат попробовать давайте мы его наверно разберем сейчас посмотрим что из него можно будет интересно получить разобрать да нет только сломанные детали получили то есть мы когда его разбираем мы можем получить всякие апгрейды которые можно ставить вот сюда и улучшать оружие я думал что чуть-нибудь получим но к сожалению нету вы нам очень получилось но получили кучу запчастей которые потом можно будет продать тоже они нужны окей давайте двигаться вперед ну и плюс опыт получили во время разборки хотя можно было бы и не продать так упакуйся с миром он лежал тут давайте искать что у нас здесь есть ухо смотрите-ка дневник страница дневника все это все давайте-ка посмотрим и на 10 августа договорился с одним змеилом рельсом кочевников он искал охрану для своего путешествия очень мило с его стороны поделиться своей водой но я мечтаю что этот сукин сын не закрывался все окей опыт мы получили давайте идем дальше по кровавому следу сейчас что-нибудь еще найдем вот есть смотрите-ка что это за металлическая штука нога господи сусе что происходит металлическая нога искусственная нога сделана из плотного пластика и металла похоже что недавно она встречалась с добовиком и они не поладили отличный юмор окей давайте двигаться дальше что у нас здесь еще есть дождите дождите следы то вот сюда вот уходит сейчас пойдем туда посмотрим что там у нас а вот в пещерку идут следы видите так сейчас мы с вами тогда подлечим ся выберем маленький пакет карманный пакет 3549 вот вот такой вот выберем хотя это как мертвому при парке давайте выберем нашего дальнобойщика и посмотрим что у нас здесь есть как меня вот этот азбука морза задолбала на заднем фоне вот у нас здесь жабы есть мы ее можем приручить на самом деле давайте попробуем приручить вместо козла давайте еще есть успех зов природы короче жаба ускакала она больше не враг давайте смотреть здесь у нас есть с вами страница еще одна взять всего давайте посмотрим я страниц почти вся перепачка на крови так что дата неразличима однако можно разобрать одну фразу кто этот матфей давайте посмотрим что у нас здесь здесь у нас два блока ретранслятора потерянная да это снаряжение и со сомнений нет что этот чертов металлический ублюдок планировал с ней делать надо порыться в пещере посмотреть не оставили он еще чего давайте пороемся есть детали синта и энергоячейки это его убило это чертов кусок так мы с этим вроде как все разобрались давайте еще поищем наверное что-то еще есть может быть и нет уже похоже нет нет ничего ну собственно все что мы могли найти мы нашли давайте выбираться отсюда смотрим информацию про добычу про сундучки право электропроводную броню про пробивание брони точные удары очередь действий укрытие очки действий далее все набрали мы всю эту информацию давайте смотреть что у нас здесь есть еще нужно собираем здесь он что у пистолет какой смотрите можно такой пестик взять ща посмотрим что вы здесь знаете когда вы выбираете распределить распределять все по типу персонажей это очень здорово то есть если у вас персонаж специализируется на пистолет пистолет попадется ему этим мы сравним старый револьвер ну вот здесь 10 метров дальности это конечно маловато 6 патронов магазине там было восемь пробивание брони 162 процента критический удар до 115 процентов шанс попасть но урон больше 10 12 ща мы попробуем вот этот пестика разобрать и чего-нибудь с ним сделать разобрать давайте нет ничего не получилось ладно окей не так уж их и хотелось и давайте перезарядимся есть все пошли отсюда наконец то это азбука морза меня щас доставе достанет уже окончательно вот нужно еще сюда зайти слушать а там что-то было наверное важное было ловушка я что-то пропустил все это дело надо было ловушку начали разминировать есть давайте пройдем сюда тут у нас пару ящиков есть собираем медведица что-то написала применение о базука отлично теперь может заняться тем что умеет лучше всего ну все в общем здесь мы все собрали давайте наверное вниз туда еще пройдем здесь вот пацаны находятся непонятно что делающие вроде как вы ушли нет нужно еще забрать здесь здесь у нас голова этого несчастного жителя пустоши разбито страшный огнестрельная рана и пулю прошла насквозь так что по крайней мере это было быстрая смерть в общем да у этой женщины не было собой достаточно лома чтобы оплатить рейдером пошлину за проход и здесь внутри мужчины близко познакомились с острым концом ножа болу и предлежащий одному из рейдеров убивать рейдеров мы не будем хотя принципе они этого заслужили на мой взгляд и что нам еще может понадобиться вот такая штука снятие сигнализации давайте наверное поручим обучение этому предмету нашему механику навыки общей навыки два очка настолько есть технические навыки смейте сигнализации распределить очки окей 80 процентов давай попробуй есть успешно и открываем есть пошли хотя нам это ничего особо не дало матфей тут что-то трепется давайте-ка я вам расскажу про закон матфея друзья закон матфея это возмездие скоро закон матфея будет действовать 27 аризоне а так называемые вершители правосудия рейджера будут убиты где-то здесь еще был по моему этот тостер должен был быть я что-то его не могу найти так ладно друзья мы на этом тогда наверное с вами заканчиваем выдвигаемся в сторону базы назад база рейджеров вызывает группу и к ответьте к 1 вызывает 100 прием новости до нашли трансляторы дневника еще железного человека что он мертвого робота похоже он убил если похитил денег с ретрансляторами ах что меня мы синтетиков мы видели уже 15 лет надо изучить устройство получше мир каптан сможет определить откуда он взялся постарайтесь взять какую-нибудь деталь и передайте им мир каптан когда вернется или принято хорошо но основной задачей остаются ретрансляторы теперь когда они найдены я отправляю вас закончить работу из и подключить их к наиболее мощным радиовышками аризоны чтобы запилинговать загадочный сигнал одна вышка в хайпуле другая в исход центре передаю координаты так исход центр и хайпул все закрываем это следующие точки куда нам нужно будет пойти исход центр находится на юге цитадели рейнджера для того чтобы чего мы стараемся достичь очень важно потому что не следовательно выводит выносливые виды животных растений которые могли уже в пустыне если что-то получится в аризоне больше не будет голода говорите с мэтом форсталом чтобы он разрешил вам подключиться к тарелке раньше он был одним из нас но теперь там всем управляет над хороший человек тарелка часть бывшей спутниковой системе а вот он горит мощнее передачка в аризоне нет хайпул хайпул находится на восточной границе нашей границы он очень важен для стабильного общества которое мы пытаемся создать в аризоне хайпул дает нам воду множество ферм поселения еще содержит резервуар на случай запусухи поговорите с мэром викстрелом насчет того чтобы использовать вышку они устроили ее на старом подъемном кране необычно зато прием надежной синтетики маркоптан так называют разумных роботов синтетические формы жизни синты синты друзья синты в общем синтом можно называть любого робота который может самостоятельно принимать решение старые роботы тоже были опасны уже разумны ясно принял и к 1 все короче опыт мы с вами получили и идем с вами к выходу продолжился с вами следующий раз друзья я хотел бы вы сказали поскольку какой длины вы хотите видеть серии так что я где-то планирую наверное на час серию выпускать но в любом случае прислушиваюсь к вашим пожеланиям приходить еще будет много всего интересного пока пока обязательно пишите комментарии здесь нравится не нравится и может быть я что-то делаю не так может быть какие-то советы отдадите по дальнейшему прохождению в общем всем пока пока приходите еще